И сейчас на связи со студией депутат собрания округа РОК в штате Висконсин, демократ Юрий Рашкин. Юрий, приветствую. Начнем с реформы американской полиции. Этого не избежать, но вот как вы себе представляете демилитаризованную полицию в стране, где право на ношение оружия никто не отменял? Ситуация вооруженный преступник и безоружный полицейский вряд ли будет способствовать безопасности. Хороший вопрос. Ну что ж, давайте разберемся в том, что происходит. Во-первых, надо помнить, что в Соединенных Штатах 393 миллиона оружий, которые находятся у всех, у полицейских и у простого населения. И да, это создает очень опасную ситуацию, потому что люди могут быть вооружены до зубов, да и полицейские уже становятся все больше и больше вооружены до зубов. Особенно после того, как по окончании Иракской войны наша армия, в общем-то, потребовала, чтобы полиция купила у них все это оборудование, которое армии теперь уже не нужно. И таким образом у нас полиция оказалась вооруженная до зубов, готовая сражаться с мирными протестант-протестующими, как будто они вражеская армия. Поэтому все оказались милитаризированы, как у нас говорят. С другой стороны, надо понимать, что когда мы говорим о том, что нужно реформировать полицию, мы не говорим обязательно о том, что их надо расформировать и всех послать домой, и забрать у них оружие, дать им там, я не знаю, палки, как у английских полицейских было. Мы говорим о том, что мы в течение многих лет, как минимум, начиная с Билла Клинтона, который хотел поставить еще дополнительных 100 тысяч полицейских на улицу, и на этом он выиграл перевыборы в 96-м году, мы вешаем неподъемный груз на наших полицейских, требуем, чтобы они выполняли работу, которая, в общем-то, к правоохранительным порядкам относится все меньше и меньше. Мы требуем, чтобы они и собак ловили бездомных, мы требуем, чтобы они занимались людьми с ментальными расстройствами. У меня был разговор с шерифом нашего округа несколько лет назад, когда он сказал мне, что он считает себя главным служащим государственным, который занимается ментальными расстройствами в нашем округе, потому что когда у людей ментальное расстройство, они оказываются очень часто в нашей местной тюрьме, потому что это единственное место, где за ними могут присмотреть. Поэтому нужно сделать так, чтобы полиция занималась только полицейскими делами, а социальными службами занимались социальные служащие, у которых есть специальная на это тренировка, тренинг, лицензии и так далее. Хорошо, вам дали о памятнике. Вот такое ощущение, что крушение монументов – это возможность выпустить пар. Хорошо, ладно, с ними монументами, но вот зачем было снимать фильм с видеоплатформы, я, разумеется, говорю об унесенных ветром. Не перебор ли, как вы считаете? Очень много, например, памятников героям гражданской войны в США были построены не в конце гражданской войны, когда сам генерал Ли сказал, что он против того, чтобы увековечивать память гражданской войны. Он хотел, чтобы это было забыто людьми, чтобы у нас были такие трени и прения. А вместо этого его не выслушали и поставили, напоставили этих памятников в начале 20 века, когда был всплеск расизма. И также поставили очень много их в 50-60-х годах прошлого века, когда, опять же, происходила большая борьба за права человека против расизма. То есть, с одной стороны, у нас есть люди, которые борются с расизмом, а другие люди, которые ставят памятники расистам, основателям Кукулск-клана и другим, в общем-то, неуважаемым людям. Поэтому то, что эти памятники не должны существовать, в большинстве своем и так понятно. Когда мы начинаем рассматривать историю, уже последние несколько лет в Соединенных Штатах, в общем-то, не празднуется День Колумбуса, который до сих пор продолжает существовать как праздник, но все больше и больше людей, включая наш округ, который принял резолюцию, что теперь День Колумбуса будет считаться днем первоначальных людей, которые жили здесь, то есть американских индейцев. Поскольку, если уж надо кого-то отмечать, то, наверное, надо отмечать людей, которые здесь всегда жили, а не отмечать захватчика, который пришел и превратил страну в что-то совсем новое. Конечно, это создало массу возможностей. Никто не говорит о том, что Америке нужно сдать все земли и вернуться обратно в Европу. История прошла. История есть, какая она есть. И жестокость, которая была проявлена к американским индейцам, это факт. Поэтому постепенно со временем мы приходим к выводу, что памятники устаревают, фильмы устаревают. Это нормально. Что с ними сделать после этого? Как я сказал, я предлагаю свести эти старые памятники в какое-то определенное место, в какой-то сад, чтобы люди могли ходить вокруг, смотреть на эти памятники и думать о истории. Хорошо. Но вот Флойд, который, скажем так, не был законопослушным гражданином, но это никоим образом не оправдывает, разумеется, действия полицейского. В буквальном смысле Флойд поставил Америку на колени. Со стороны это выглядит именно так. Не происходит ли сейчас обратный процесс, героизация, если хотите, тех преступников, у которых темный цвет кожи? Это же тоже, в общем, крайности. Мы понимаем, что в год, мы знаем, что в год американская полиция убивает примерно тысячу человек. Соответственно, мы понимаем, что есть произвол и что полицию нужно контролировать, потому что они сейчас не под контролем, не чувствуют себя под контролем, иначе бы они себя так не вели. Если это называется героизацией пострадавшего черного населения, то я в этом не уверен, потому что можно назвать героизацией, это как-то звучит неуважительно, я вам скажу, по отношению ко всем людям, которые выходят на одиночные пикеты в России, на людей, которых, на историков в России, которых арестуют и судят и сажают, потому что они раскрыли и стали говорить не о той части истории, о которой хотелось бы, чтобы правительство и власть обсуждало. Это героизация или это просто нормальная интерпретация людей, когда они видят, что человек выходит с плакатом, его хватают и арестовывают, и после этого у него начинаются большие легальные проблемы, скажем так. Этот человек не герой? Мне кажется, что этот человек уже становится героем, просто потому что он показывает или она показывает акт гражданской смелости. Вы являетесь представителем демократов. До Трампа, как мы знаем, страну возглавлял Барак Обама, темнокожий президент, которому вручили Нобелевскую премию мира, скажем так, авансом. Иные скажут только за то, что он темнокожий. И все-таки вот в США расизм, он есть или его нет? По-прежнему притесняют афроамериканцев у вас? Конечно, все судьи стараются быть вежливыми и относиться с уважением к любому подсудимому. Это Америка, и у каждого подзащитного есть адвокат. Это приятно. Но с другой стороны видно, что черное население получает наказание, которое намного круче и жестче, чем наказание, которое может получить белый человек. Неважно, насколько это белый мужчина или белая женщина, есть статистика, по которой мы видим, что черное население в Соединенных Штатах абсолютно страдает от расизма. Но на данный момент в нашей стране заправляет человек, который абсолютно поставил все свои тузы и карты на поведение расизма и расистов. Он, в общем-то, достаточно правильно сделал вывод, что поскольку его только интересует его собственное ядро, а его собственное ядро готово ему простить все, что угодно, за то, что, видимо, он показывает, как и они, что он расист и нетерпим, то наш президент решил разыграть эту игру в полную. И это очень печально, это очень опасно. И мы в этом смысле полагаемся на то, что в нашей стране существует верховенство права. И мы пройдем этот тяжелый этап в нашей истории, и мы выйдем из него в начале следующего года. И все-таки на ваш, скажем так, демократический взгляд, кому на руку вся эта ситуация в предвыборный период? Кто набирает сейчас политические очки на фоне коронавируса и погромов? Ведь выборы предстоят не только президентские, мы знаем, но и в Палату представителя, а также частично в Сенат. Как житель Соединенных Штатов я могу сказать, что большинство жителей Соединенных Штатов поддерживает движение Black Lives Matter. Что по этому поводу делает каждый из политиков, это их решение. В данный момент демократы решили, что они тоже согласны с Black Lives Matter, и, соответственно, они выглядят лучше, потому что они выражают волю и желание большинства жителей Соединенных Штатов. Но есть и детали, потому что, например, Джо Байден мог бы сказать, что он поддерживает расформирование полиции и сказать какие-нибудь экстремальные вещи, которых он не говорил. Он сказал, я не поддерживаю, забирание, расформирование нашей полиции. Они выполняют важную роль в нашем обществе. И после этого сейчас он выигрывает во Флориде на 11 очков, а в Мичигане на 16 очков он опередил Трампа. Потому что все, что Трамп может говорить, это проклинать всех, хвалить себя и говорить, как у нас все хорошо, и как у нас было бы намного меньше случаев коронавируса, если бы мы не проводили тестирование. Такие безумные вещи не выглядят хорошо ни пожилым людям во Флориде, которые чувствуют, что Трамп не заботится о их здоровье, ни люди, которые потеряли работу в Мичигане из-за коронавируса, которые считают, что президент не заинтересован в том, чтобы помочь им. И это видно, потому что президент Трамп очень прозрачен. И люди видят его просто насквозь. Это как старая шутка о рентгене. Поэтому сказать, что демократы тут набивают очки, ну это очень просто. Это как забивать мяч в ворота, когда вратаря нет вообще. Когда команда просто покинула поле и сидит на стадионе и освистывает все, что происходит. Но это не решение, это не лидерство. Мы с этого начали, и можно этим же закончить. У нас в стране президент, который отказывается быть лидером, который отказывается предложить какие-то решения, вместо этого предлагает только запугивать и использовать силу, которая не решает ничего. Это не решает, войны не выигрываются таким образом, пока люди не согласны с идеями. А то, что предлагают республиканцы и президент Трамп, это не то, что поддерживает большинство американцев. И из-за этого, я думаю, что к ноябрю и в ноябре мы увидим, что у нас будет президент Джо Байден и что у нас будет демократический сенат и палата представителей. Просто напрямую выражаю волю жителей Соединенных Штатов. В общем, жарко будет в ноябре. Спасибо. Это было мнение Юрия Рашкина, представителя Демократической партии США. Еще одна реклама, после которой поговорим о коронавирусе. Куда и кто может летать и зачем референдум во время коронавируса понадобилось проводить в России.